Спонсор этого видео компания Seikhan, которая предоставила для моей машины вот эту мультимедийную систему, которую я буду сегодня устанавливать. А теперь, что находилось в коробке. Сразу после открытия мы видим руководство пользователя и гарантию. Открываем дальше. Видим камеру заднего вида с проводами подключения. Она куплена отдельно. Видим инструкцию и стандартный набор проводов для подключения радио, GPS-антенна и прочие провода с подключением. Переходник для подключения к оригинальной фишке и видеорегистратор, который я тоже покупал отдельно. Ну и конечно само радио. Что я могу о ней сказать на первый взгляд? Пластик хороший. Вид тоже солидный. Радиатор алюминиевый сзади стоит. Из возможностей имеет много чего. Навигацию. CD-проигрыватель. Карточки CD-micro. Диагональ 7 дюймов. Довольно-таки хватает. Также можно подключить сзади камеру заднего вида. Видеорегистратор. ОБД. Дополнительный микрофон. И вход для подключения дополнительных динамиков. Огромное спасибо компании Seikam за предоставленный продукт. Ну что, начнем установку. Что на что мы меняем? Вот моя родейка. Вот что будет стоять. Решил сначала установить камеру заднего вида. У него самый длинный провод. И больше всего нужно прокладки. Итак, что мне нужно сделать для этого? Это разобрать заднюю крышку. Через этот проводник пройдем провода. Здесь больше всего, меньше всего проводов. Снять боковые обшивки. С порогов снять пластик. И так мы доберемся за панели. Ну а здесь потом посмотрим, как дальше вывести. Все пластмассы сняты. С порогов. Задняя обшивка отодвинута. Задняя крышка разобрана. Начинаю прокладку проводов. Так, камеру подсоединяю к этой планке с габаритами. Провод протянул через габарит. Здесь она будет прикручена. И вот так она будет снимать. А теперь подключаем радио. И смотрите, как легко это все делается. Подключаем переходник к оригинальной фишке. Провод камеры заднего вида. Для того, чтобы радио работало, осталось пару шагов. Подключаем основную фишку. Антенну GPS и антенну радио. И последнее. Чтобы работали кнопки на руле, нужно подключить провод K1. Вот и все. Радио работает. Ну а как она работает и весь его функционал, смотрите видео в следующее воскресенье. Ссылки на данный девайс смотрите в описании. Субтитры сделал DimaTorzok